Март 1942 года. Под Вязьмой в окружении сил Вермахта оказалась 329-я стрелковая дивизия. Прорваться сквозь окружение нашим соотечественникам помог первый кавалерийский корпус генерала Белова. Разумеется, сейчас наши дни взрывы и пулеметный огонь звучат рядом с железнодорожной станцией Зеленоградская. Платформа стала импровизированной трибуной. Восторженные дети и взрослые наблюдают за военно-исторической реконструкцией событий Ржевско-Вяземской операции Великой Отечественной войны. Чем эта операция характерна? Тем, что в тылу немцев образовалась целая независимая зона, в которой была восстановлена советская власть, было восстановлено государственное управление партизанской республики Драгобургская. Это продолжение здесь, в Пушинском районе, проекта, который уже существует 4 года, в Щелковском районе, проект открытые уроки с военно-историческими реконструкциями, когда мы инструмент военно-исторической реконструкции применяем для донесения какого-то методического материала школьникам. Чтобы прочувствовать в полной мере события тех лет, важна не только зрелищность, но и детали. Немцы наступают под прикрытием вполне настоящего броневика. Стрелковую дивизию поддерживают кавалерия и даже партизаны. Все это в непростых условиях лесной местности, буквально по пояс в снегу. Исторически бои под Вязьмой продолжались три дня. Реконструкторы постарались воспроизвести театр военных действий максимально точно. Мы в меру своих сил и возможностей стараемся реконструировать именно эти подразделения. В том эпизоде, который здесь сегодня разыгрывается, 42-й год, Смоленская область, там десантники тоже присутствовали, принимали участие, поэтому мы здесь в том числе и для исторической правды тоже. Очень интересно. Главное то, что наши войска не пожалели своей жизни ради страны. Я сама учитель в школе, приблизительно такой возраст воспитываю. Я считаю, что такие уроки нужны, необходимы и они должны быть как можно чаще. Досконально учтены и, казалось бы, незначительные детали. Все от портупеи на поясе русского кавалериста до снаряжения немецкого медика призвано напомнить нам о военном времени. Поскольку я старшина, у меня здесь есть элементы офицерского оснащения. Собственно, офицерская портупея образца 1932 года, два диска под пистолет-пулемет Шпагина образца 1941 года. Реконструкторы внимательно относятся ко всем деталям, характеризующим Великую Отечественную войну, в первую очередь к вооружению. Это пистолет-пулемет Шпагина, прошел войну, изготовлен в 1941 году. Разумеется, охолощен специально для реконструкции, так что абсолютно безопасен. Здесь представлено два образца оружия. Собственно, это пулемет МГ-13. Так вот, первый пулемет, который был разработан для использования в вермахте. И МГ-42. Основная рабочая машинка, начиная со второй половины войны. Один из самых знаменитых пулеметов. На реконструкции присутствовали порядка сотни ребят. Среди них ученики школ из города Щелково и городского поселения Фрянова. Они здесь не случайные гости. Не так давно присоединились к военно-патриотическому движению Юнармия. Они соединяются с порядком, ну и помогают организаторам мероприятия. Исторический урок пришел замечательный, я считаю, потому что было много молодого поколения. Всем очень понравилось. Все смотрели на конницу. Все смотрели на наступление. Всем очень понравилось. Мне тоже было очень интересно. Это было просто поражающе. Партизаны очень сильно помогли, несмотря на суровую зиму. Они помогали. То есть это было очень сильное народное сопротивление. Помогали. И все вместе сплочились и отогнали немцев от Москвы. Так что открытый урок истории не прошел даром. Напомнил подрастающему поколению о героизме, проявленном нашими соотечественниками. Всего за реконструкцией наблюдали порядка 20 юнормейцев из Щелковского района. Александра Гранич, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».